Когда-нибудь в ночь Каждый вздох мне подскажет, что я люблю Вся жизнь, весь мир замрут мгновенье одно Чтоб слышать вновь биение сердца моего Так манит юностью седой дурман весны Есть только я, есть только ты Субтитры создавал DimaTorzok Ты что здесь делаешь? Следишь за мной? Я тут молочка принес Там у вашего дома скорая Что это за манера звонить, когда есть ключи? Доброе утро, Вишня Привет, Кизил Что это за манера звонить, когда есть ключи? А что за манера не открывать, когда звонят? Я занята А куда столько вещей? На год уезжаешь? Да, я думаю, что после совместного отдыха Переберусь к нему насовсем Тем более он уже два раза предлагал Не боишься, что после совместного третий раз не предложат? Знаешь что, вот сделай себе кофе Могла бы поухаживать за братом Женись, пусть жена с тобой ухаживает Женись, я тут с вами Вашей маме необходима операция Но в нашей районной очередь на полтора года вперед Я говорил вам, есть вариант с платной клиникой В противном случае Печальный исход вопрос времени И этого времени у вас почти не осталось Операция Все так серьезно Сердце? Это всегда серьезно Может, вы пока посоветуете что-нибудь? Ей нужна операция Других советов нет Иначе она умрет Ну и, конечно, платная А что у нас сегодня бесплатно? Да Вот, спасибо, Дмитрий Оставьте Деньги вам еще пригодятся А сколько может стоить операция? Триста-четыреста тысяч В зависимости от сложности и материалов Я найду деньги У нас есть время? Я бы на вашем месте не затягивал Чем скорее, тем больше шансов на выздоровление Опаздываем, Петя? Подмаливайтесь Всего доброго До свидания Я надеюсь, ты помнишь, что ты везешь меня в аэропорт Да что ты А как благоветную твою? Он на работе Совещание сразу в аэропорт Понятно А ты у трапа как верная Кто? Ну, верная Кто? Кто? Чисто Да ладно тебе Знаешь, Егор Есть такие мужчины С большой буквы М Которых стоит подождать Ты к ним не относишься Слава Богу, что я не этот С большой буквы М Сейчас как Моторчик не нужен? Юноша с банкой молока Не смешно Молока хочешь? Я хочу, чтобы мне не мешали работать Синя, иди куда шел Ладно, ладно Если обидел кто-то, ты скажи Морду бить умеем Скажи, тебе заняться нечем? Иди девушку найди себе лучше Да я уже нашел Мусик, ну ты как? Вот тебе подарок очередной доделываю Какая красота Нельзя Еще не высохла Лучше б ты отдохнула Да от чего отдыхать? Ты от себя что ли? Для меня это занятие Лучший отдых Все черные мысли улетучиваются Мам, ну какие черные мысли? Все будет хорошо Я обещаю Да Ты Сеньку-то видела? С таким мрачным лицом шел Ты что ли его обидела? Нашла о ком говорить, мам Да парнишка влюблен в тебя Далеко ли? Гнессе в салон Она позвонила Сказала, что продала две картины Надо что-то новенькое ей привезти Нам же теперь деньги нужно собирать На операцию Я очень тебя прошу Не ругай Сеньку Ты посмотри, как он на тебя смотрит Вот так, между прочим Твой отец смотрел на меня Мам Ну ты меня уже за первого встречного готова выдать Между прочим, встречный Первый встречный Часто оказывается судьбой Мусь Я пойду Иди Часто оказывается судьбой Можно побыстрее как-то? Нет Ну, слушай, ты же мент А у тебя есть какая-нибудь там сигналка Мигалка Ну, что у тебя там еще есть? Поставь У меня есть пистолет Вот Вот из пистолета я тебя сейчас и пристрелю Если порушатся моя личная жизнь У меня жизни вообще нет Держись Что творишь-то? Спасай твою личную жизнь Ай-яй-яй-яй-яй-яй Девушка, посмотрите на меня Все нормально, голова не хрустится Подвигайте руками, ногами А как? Нормально все? Может, врача вызвать? Посмотрите на меня. Да, картины соберем мы, ваши картины. Посмотрите на меня, ничего не болит. Ну что вы столпились? Что вы уставились? Может, она сама под колеса бросилась? Может, ей жить надоело? Ты что, у нее еще прощение просишь, что ли? Ксюша, угомонись, подожди. Может, в больницу отвезти? Дурку ей надо, там ей помогут. Поехали, мы опаздываем. Помолчи, пожалуйста. Давайте я вас отвезу. Так я тебя спрашиваю, ты едешь или нет? Успеем мы все. Вечно у тебя все через задницу. Да это вы меня извините. Ксюш! Отвали! А что случилось? Ничего не случилось. До аэропорта довезете? Поехали. Все, господа, спасибо всем за внимание. Давайте. Да, все хорошо, я из полиции. Как же я мог быть таким невнимательным? Давайте все-таки врача вызовем. Не надо. Вы же не специально меня сбили. Она права. Я сама от неожиданности. Я пойду? Да, пойду. Я довезу. Через аэропорт? Шутите. Значит, все в порядке. Ничего, ничего. Я сама соберу. О, вы художница? Да. Красивые работы. Почти не испачкались. Вас как зовут? Анна. Я, Егор. А? Вам куда? В художественный салон. Это все ваше работает? Да. Ну, тогда не откажите в удовольствие. Ни разу художница в свою жизнь не привозит. Все чаще различных жуликов до бандитов. Вы частых заставлять приходится. Разрешит представиться капитан Куриков. Ну, машина у вас же обычная, а не полицейская. Ну, это для конспирации. Что, правда полицейский? А, ты же? Угу. А можно я вам подарю свою картину на память о сегодняшнем приключении? Да вы что, обалдели? Дача взятки должностному лицу коротится законом. Я от чистого сердца. Да я пошутил, простите. Ну, у нас у ментов у всех такие шутки дурацкие. Хотите выбрать? А я уже выбрал. Да? Какую? Домик. Курики. Блядь. Самое лучшее. Жалко? Ну, что, мне очень приятно. Спасибо большое. Ну, что, теперь можно ехать. Да? Спасибо. Здесь остановите, пожалуйста. Здесь? Да. Ну, если вдруг понадобится оперативная помощь, в моей визитке. Звоните. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что не убили. Первую встречную. Ну, первую встречную бывает навечно. Рудик. Что? Филонов просто интеллигентный человек. Хоть и не еврей. Какая разница. Главное, что он всегда платит. Здравствуйте. Здравствуйте. Анечка. Вот, наконец-то, к вам добралась. Я вижу, ты не с пустыми руками. Да, вы посмотрите пока, а я руки помою. А что случилось? Да. Упал. Просто. Я сейчас. Рудик. Да. Что скажешь? Наверное, куплю себе и повешу на кухню. Вот ты сейчас ерничаешь. А я тебе говорю, Анечка талантливый человек. И себя недооценивает. Я все помню, Анечка. Я все помню. Умница, красавица, но все время с мамой. А ей уже тридцать. Станислав Аркадьевич. Здравствуйте, Анечка. Безумно. Рады вас видеть. Взаимно. Присаживайтесь. Решили пополнить коллекцию? Да. А у меня есть что вам показать. Ну, удивите меня, удивите. Станислав Аркадьевич. Здрасте. Взгляните. Хорошо. Хорошо. А здесь находится автор. Анечка, познакомьтесь. Станислав Аркадьевич Филонов. Известный коллекционер и поклонник твоего таланта. Ну, пейзажи просто соответствуют красоте их автора. А есть еще Анечкины ромашки, но багетти. Замечательно. Замечательно. Вот это да. Станиславу Аркадьевичу можно верить. У него в коллекции два Петрова-Водкина. По наследству достались. Купил на Содби. Ну все, господа. Давайте пить чай. Пойди сюда. Иди сюда. Что, легкий ты такой? Улетишь еще, нет? Да не, не улету. Ну-ка, бицепс покажи. Так, зарядкой надо заниматься. А можно в машине посидеть? Давай. Вы не помогли бы мне развизить картины в моей домашней галерее? Тем более, что там есть и ваши работы тоже. Хорошо, я с удовольствием. Замечательно. Так, может быть, я заеду за вами сюда в семь часов? Договорились. Для меня это приятная работа. Ну что ж, позвольте с вами попрощаться. Мне надо бежать. Старислав Аркадьевич, ничего себе не присмотрели. Присмотрел. Вот это я забираю. Всего доброго. До свидания. Ну? Что скажешь, дорогая? Я про мужчину. А, симпатичный. Просто красавица. Мне сегодня один уже понравился. Правда, он женат, а жена стерва та еще на юга улетела. А вот этот мужчина с опытом. М-м-м-м, два развода. М-м-м-м. Теперь холост, дорогая моя. Вот твой гонорар за предыдущие две картины, которые проданы. Спасибо, Инесса. Спасибо большое. Ольге Ивановне поклон. Пойду тогда к маме, ладно? До свидания, голубая моя. Спасибо. До свидания. Рудик, Рудик, ты как всегда в своем репертуаре. Слушай, Егорка, давай-ка я разворачиваю назад. Зачем? Да я вспомнил, мне нужно с директором твоим поговорить. Ладно, разворачиваюсь. Приехали. Молодец, пули долетели. Ты долг тебя подождать? Не знаю, как разговор сложится. Бегите, играйте. Ладно. Пошли! Волейбол! Привет, дядя Егор. Здрасте. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Николай Ильич. О, Егорушка. Проходи. Рад. Рад, что не забываешь нас. Садись. Спасибо. Как Ксения? О, Ксения хорошо. На море уехала. С близким другом замуж собралась. Тебя обогнала. А как ты? Жениться? Собрался? Пока нет. Пора. Пора, брат. Несчастный мальчишка. Отца нет. Мать спилась. Кто я тебе рассказывал? Ты сам все знаешь. Ну, я сам здесь был. Не сравнивай. Твои родители погибли. Это страшное горе. Но они тебя с Ксюжей любили. Вы знали любовь отца и матери. И не искали других родителей. А у Егорки? Егорке нужна забота и любовь. Их у него никогда не было. Когда есть за кого держаться, легче. Вот и женись. Да какая семья с моей работой, Николай Ильич? Крепкая. У каждого мужчины должен быть ты. Вне зависимости от работы. А ты и себя мучаешь, и Егорку. Знаю. А зачем ты к себе и привязываешь? Женись! Усыновленный мальчишка. А то ни два, ни полтора. Да. Но все равно все выходные, он мой. Без проблем. Ты у нас свой. Привет. Привет. Что у нас нового? Давненько я не видела своего начальника таким довольным. Что такое? Ты весь светишься. Правда? Правда. Как будто бы у тебя совершена сделка на миллион долларов. Странно. Странно. Не угадала? Не угадала. А что ж тогда? Наверное, приобрел что-нибудь ценное. Да? Не. Что ж такое? Что ж такое? Мой выигрыш больше. Я очень рада за вас. Как дела дома? Муж дома. Ты тоже самое. Прожигатель жизни. Гони ты своего благоверного. Куда подальше. Все равно толку от него никакого не будет. Вот как только сделаешь мне предложение, так не сомневайся сразу. Я не вижу поводу для радости. Ну, а я не вижу причин для грусти. А причина вон там. Там двое давно тебя дожидаются. По виду бандиты. Один так точно. Зови. Ой. Привет, дядя Егор. Покатаешь? Нет. Ну, хотя бы до бассейна довези. У нас там занятия. А через двор, я тебя боюсь, мальчишки местные пристают. Егор, иди сюда. Скромнее не пробовал одеваться? А что, реакция пошла? Да, профессиональная. Наказать и посадить. Чем обязан, господа? Мне кажется, я довольно четко дал понять, что все дела между нами закончены. Михаил Николаевич просил напомнить вам, что у вас есть кое-что, что он хотел бы сохранить у себя. Вы понимаете, о чем я? Представляете Михаилу Николаевичу, что кое-что останется у меня, чтобы он и впредь относился ко мне с должным уважением и симпатизм. Зря вы так, Станислав Аркадьевич. На вашем месте я бы крепко подумал, прежде чем давать окончательный ответ. Я бы вам рекомендовал оставаться на своем месте. Дверь там. Не, а до шекции будешь не улыбкой светить, а дерьмо из унитаза хлебай зато же, понял? Мне охрану вызовет или вы сами увидите? Это и вас касается. Значит, смелый, да? Хорошо. Увидим. Боже мой, какие идиоты. Ну, вижу, поездка удалась. Мисс Марпл, как вы замечательно все угадали. Вот. Мам, мои картины еще никогда так хорошо не продавались. По-моему, тут что-то не только в деньгах. Ай, только в деньгах, только в деньгах, мам. А ну-ка, посмотри на меня. Так, так, мисс Марпл, и что же вы прочитали в моих глазах? Да я прочла, что там появился мужчина. И не один. Перепугалась. А ну-ка, давай рассказывай. Мам, мне никто, кроме тебя, не нужен. Ты думаешь, это меня радует? Как бы ты появилась, если бы мне никто, кроме мамы, не был нужен. Так что хватит держаться за мою юбку. Иначе я действительно уйду из дома. Останешься одна. Сразу выйдешь замуж. Я тебя одну не оставлю. Помогу вам. Сюда. У художников, наверное, есть свои секреты, как развешивать картины. Интересно, вот в чем все-таки тайна этого искусства? Мне интересно знать. Главное, чтобы картины нравились их хозяевам. Ну и чтобы они вызывали желание чаще на них смотреть. Вы хотите знать, какое желание вызывают во мне ваши картины? Любопытно. Как можно чаще смотреть на художника, который их написал. Ну уж, кроме не надо. Не знаю, можно ли это расценивать как комплимент, как художнику очевидный минус. Давайте мы лучше вернемся к вашей коллекции. Давайте. Вот вы спрашивали, есть ли какие-то хитрости. Они есть. Так. Главное, чтобы картина не доминировала в помещении. Да и не терялась в нем. Извините. Что? Что-то смешное сказали? Нет, ничего смешного. Я просто подумал, что это было, вы знаете, так же идеальным качеством для жены. Ну, видимо, в семейной жизни те же законы. Главное, достичь гармонии. Да. А вот как ее достичь? Ну, я бы не стала заполнять все пространство. Все-таки это дом, а не музей. Голоса должны отдыхать. Простите меня, но... Ну, если женщина мне нравится, я не могу делать вид, что я равнодушен. Спасибо. Ну, раз вы так оголили галерею Нессы, мне срочно надо ехать домой, чтобы работать. А вы позвольте тебя мне отвезти? С удовольствием. Буду счастлив. Хорошо тут у вас. А вы тут постоянно живете? Да, нам с мамой очень нравится. Ой, спасибо. А остальным? А остальных нет, мы вдвоем здесь живем. А ваша мама такая же милая, как вы? Даже не знаю, что вам ответить. Могу познакомить. А можно? Я могу вас пригласить, чай попьем. Знаете, я бы мечтал об этом. Но просто я как-то стеснялся спросить. Пожалуйста, проходите, конечно. Спасибо. Мама! Мамуль, нам понадобится третья чашка. Я не одна. Познакомься, это Станислав Аркадьевич. Здравствуйте. Ольга Ивановна. Очень приятно. Здравствуйте. Моя мама. Какой душистый. С травами. И смородины в ромалистон. Когда ж такой пил последний раз? Разве что только в детстве. Да, в детстве все вкусней. Знаете, а я вообще-то интересуюсь живописью. Иногда захожу в галерею, где выставляется Аннушка. Сначала увидел ее работы. А потом вот обратил внимание на авторов. Ну, и что скажете? Мам. Что такого? Я имею в виду твои картины. Знаете что, хорошо тут у вас, но мне пора. Я ведь не собирался заходить надолго. Просто хотелось познакомиться с вами, если честно. Спасибо вам за дочь. Она у вас замечательная. Порожать мне не надо. Дорогу я запомнил. Вас подвезти? Выходите, надо поговорить. А мы что, с вами знакомы? Я видел, как вы подвозили Анну. А, Анну. Ну да, подвозил. Анна, моя девушка. А она об этом знает? Чего? Нет, нет, ничего, ничего, молодой человек. Вам не стоит так сильно волноваться. С Анной нас связывают исключительно деловые отношения. Чего? Анна пишет картины, я их приобретаю. А вы Сенька? Ну, я. Анна мне про вас рассказывала. То-то же. Ну, тогда ладно. Что, можно ехать? Проезжай. Нравится картина тебе? Классная. Как в музее. Да какой там музей? В музей пришел, посмотрел и все. Даже фотографировать нельзя. Ну, а тут своя. Хотел бы в таком доме жить? Еще бы. Рыбу каждое утро ходили ловить. Красиво. Дядя Егор, а как ты думаешь, где лучше жить? В городе или за городом? Хорошо, там, где мы есть. А мне кажется, на природе лучше. Согласен. Вот было бы здорово, если бы у тебя такой дом, у такой реки был. Мы бы с тобой на лодке плавали. И ты бы меня на совсем-совсем к себе забрал. И не только на выходные. Ну, ты плавать-то умеешь? Не, но ты бы меня научил. Правда? Правда. А где этот дом? Не знаю, брат. Может, его вообще нет. Художница придумала и нарисовала. А художницу знаешь? Художницу знаю. По мне, так она добрая. Ух ты, я тебе картину рассказал? Ну, да. Да, добрая и красивая. А дядя Егор дурачок телефон не взял. А она не звонит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Я смотрю, с сердечком ты договорилась. Договорилась. Смогла. Только вот жаль, цветы не полила. Мам, ну какие цветы? Мы же их два дня назад поливали. Так земля-то как камень. Успокойся. Сегодня обещала прийти Прошкин, починит нам насос, и мы все тогда польем. А ты иди лучше полежи, а я тебе завтрак приготовлю. Доктор что сказал? Нужно отлежаться. Ты телефон-то забыла дома? Не забыла, а оставила. Не хочу быть придатком телефона. Имеет человек право на одиночество? Ой, не дай бог одиночество. А тебе Инесса звонила. Алло, Инессочка Венеминовна. Да, это Аня. Вы звонили? Хорошо, хорошо. Просто Инесса. Мам. 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 Ты только не волнуйся, все хорошо. Все очень хорошо, мамочка. Собирайся, мы ложимся на операцию. Все мои картины проданы, мам. Да ты что? Какие? Новые или старые? Все, мам, все. Да так не бывает. Выходишь, что бывает. Мама. Ну что ты, милая моя? Спасибо. Здравствуйте. Аннушка, привет, голуба моя. Что-то новенькое принесла? Пейзаж. Показывай. Кофе хочешь? Нет, спасибо. Молодец. Умница. Берете? Беру. Точно кофе не хочешь? Нет. А чай? Нет, ничего. Спасибо. Вон туда. Считай. Ну, Вениминовна, я вам верю. А деньги все-таки пересчитай. Да нет, я не буду считать. Тогда распишись. Вот здесь. Пока есть спрос, надо больше работать, голуба моя. Я понимаю. Я просто маму сейчас на операцию надо было с клиникой договориться. Ну, вы знаете. Знаю, знаю. А самый настоящий спрос начнется тогда, когда клиент узнает, что твои работы висят на почетном месте у Филонова. Ну, что ты вытаращилась? Купил он все. Иначе откуда такие деньги? Не больше десяти минут. Я вас поняла, Игорь Павлович. Анечка, если что-то пойдет не так, я тебе запрещаю. Обещаю долго страдать и плакать. Прошу тебя, моим внукам, пожалуйста, обо мне рассказывай. Игорь Павлович. Игорь Павлович. Только веселые и интересные истории. Как будто я жива. Павлович. Мам. Ну что ты. Мам, ну дать, ну… Ну вы как будто прощаетесь. Анна Юрьевна, не стоит. Все будет хорошо. Пойдемте, не утомляйте маму. Я тебя люблю. Иди. Станислав Аркадьевич, здравствуйте, это Анна. Станислав Аркадьевич, здравствуйте, это Анна. Здравствуйте, это Анна. Здравствуйте. Здравствуйте, я к Станиславу Аркадьевичу. Проходите. А я за вами собирался в салон заехать. Здравствуйте. Скажите честно, вы зачем купили все мои картины? А зачем обычно покупают картины? Такой способ за девушками ухаживать? Ну, я купил ваши картины, потому что они мне понравились. Картины. Картины. То есть я вам не нравлюсь? Нет, ну а чего же вы мне тоже очень понравились? Вы слишком много заплатили. Это сдача. Аня, Анна, Анна, подождите, подождите, Аня. Если я вам неприятен, то можете со мной не общаться, но... Вот, возьмите, это ваш гонорар. Совершенно честный. Но если вы мне опять вернете деньги, я должен буду вам вернуть ваши работы. А я бы очень этого не хотел. Потому что они мне правда нравятся, Аня. Анечка, ну что вы. Простите. Просто только событий в последнее время я не привыкла. Я обычно разговариваю с мамой или варю вишневое варенье, в реке купаюсь, картины пишу, ну или Инесс. А тут... извинили. Свидетель. Аня, Аня, а могу я вас пригласить на чашку кофе? Анечка, ну неужели за вами никто никогда не ухаживал? Ну как-то не до этого было. Ну у нас и молодежи-то нет. Синька с молоком. Синька. А как бы вы отнеслись к серьезным отношениям? Серьезно? Вы не будете приставать? Нет. Только вот производить впечатление, как могу. Ну и ухаживать. А что у вас там, река? Вика. Я тебе покажу. Пойдемте. Вот, кстати, здесь можно писать тоже неплохий пейзаж. Вы понимаете, вот... Вот если писать там, с молоком, то, в принципе, неплохо. Правда, немножко заросла. Тяжести не поднимать. Вообще никаких физических нагрузок. Меньше стрессов. Больше положительных эмоций. И главное, покой, покой, покой. И все у вас будет хорошо. Если все будет хорошо. Спасибо, доктор. Не болейте больше. Мы постараемся. Всего доброго. До свидания. Не торопись. Ты на такси? Транжира. Меня друг подвез. Здравствуйте. Это я, ваш ночной гость. Я была убеждена, что мы еще увидимся. Я в этом не сомневался. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Прекрасно выглядите. Спасибо. Ты что, парень, тебе жить надоело, что ли? Я тебя предупреждал. Анна, моя девушка. Понял? Она же тебя настолько старше. Это неважно. Ты ее вон, насколько старше и ничего. Зато я ее любить буду, как никто другой. Да. Ну, а она как к этому относится? Она поймет. Потом. Ты от машины-то отойди. А то ведь задавлю. Сенька. С молоком. Какая же ты красавица. Просто сам себе завидую. А я сам себе завидую. Завидую. Ничего не могу с собой поймать. Так оно и есть. Ой. Не уйду. Ну, дай еще полюбоваться. Осторожно. Ну, что тебе? Ну, что тебе? Ну, дай полюбоваться. Смотри, телефон звонит. Да бог с ним пусть звонит. Ну. Да пусть звонит. Это телефон. Ну, телефон для того, чтобы звонить. Это не мама. Я же знаю, что это не мама. Я же вижу. Ну, все. Давай. Ты отвезь, а я переоденусь. Ну, вдруг это… А, счастье мое. Я нашел. Алло. Станислав Аркадьевич. Жадность – это порог, который многих довел до могилы. Заткнись, мразь. Ты ничего не получишь. Понял? Это не мама. Нет слов. А ты знаешь, что жених не должен видеть невесту в таком одеянии, да? Кто это сказал? Глупости. Кто это сказал? Кто это сказал? Плохая примета. Почему это? Я не верю в приметы. Я не верю в приметы. Ну, что ты… Ну, тебя. Надо было маму попросить посмотреть. Вот еще маму. Да. Ольга Ивановна только-только выписалась из больницы. Я нельзя волноваться. Положительные эмоции ей на пользу. Тем более, мама спала и видела меня невестой. Ну, да, конечно. Я же знаю, что это твоя мама выбрала себе зятя. А не ты жениха? Ну, поставь меня. Никогда. Никогда. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здрасте. А вы работаете здесь, да? Странный вопрос. Вы что, из полиции? Ну, да. Вы попали в точку. Я хозяйка этого салона. Мы о краже не сообщали. У нас все на месте. Что конкретно вас интересует? А я ищу работы одной художницы. Она рисует пейзажи. Река, поле, ромашковое поле. Я поняла. Проданы картины. Как проданы? Все? Молодой человек, вообще-то сюда приносят картины, чтобы они продавались. А вы не могли бы дать мне ее телефон? Ее, кажется, Анна зовут. Понравилось? Ну, это мое личное дело. Ваше личное дело сегодня выходит замуж. За того, кто купил? Будете что-нибудь покупать? Нечего. Ухрен lindo! Играет хороан и санкар. Играет хороан и санкар. Играет хороан и санкар. Субтитры подогнал «Симон»